Привет, капитаны! В эфире MW Channel, канал, где изучают корабли. С выходом нового патча выяснилось, что в игре установлен абсолютный рекорд по жетонам. Я не припомню, чтобы раньше их было столько одновременно. Кроме все еще действующих жетонов яркой регаты, европейских жетонов, в новой акции добавляется еще сразу два вида жетонов. Летние жетоны и походные жетоны. Причем система достаточно мудреная, так что каждому желающему принять участие в этом празднике жизни придется немного поднапрячь серое вещество, чтобы разобраться, что тут к чему и зачем вообще. Сейчас попробуем понять хотя бы главное, и что здесь можно получить на халяву, а что не очень. Итак, летние жетоны нужны, чтобы получить Вест-Вирджинию, видео про нее недавно вышло на канале, первый эсминец гибрид Хелфорд, его обзор выходит сегодня на Бусти. А еще будет аукцион, где летние жетоны понадобятся для приобретения Хелфорда и выведенного из продажи Жан Бара. Обзор тоже есть на канале. Шикарный линкор, один из лучших премов 9 уровня. А еще на аукционе будет Супер Линкор Девастейшн, это Супер Конкеррор. Но про него пока не сказано, за какой именно ресурс он будет продаваться. Еще за летние жетоны можно будет поучаствовать в такой вот комнатке-казино, в которой кроме разного обвеса можно будет выиграть премиум корабль от 6 до 9 уровня. В общем, потратить эти жетоны есть куда. Но как их получить? Вот указаны способы их получения, в числе которых есть и бесплатные. Это, во-первых, за походные жетоны из ежедневных случайных наборов. Вот этих. Еще часть летних жетонов можно будет получить бесплатно в событии «Ключевая цель». Теперь про походные жетоны. Они уже получаются бесплатно в гораздо больших объемах. И за такие вот цепочки боевых задач, и из базового, то есть бесплатного боевого пропуска, и за другие задачи, а также в разных наборах, в том числе за уголь и свободный опыт. А нужны походные жетоны главным образом для того, чтобы в этом вот периодическом случайном наборе пробовать получить летние жетоны, а также разный обвес. Плюс контейнеры дальние странствия можно за них брать. А еще «Вирджиния-44» требуют для покупки не только летние жетоны, но и походные. Таким образом, схема для получения халявы следующая. Зарабатываем всеми возможными способами летние и походные жетоны, которые по ходу дела меняем на летние. Кстати, теперь понятно, почему жетоны называются походными. Все это дело копим-копим, чтобы получить самое ценное – корабли. Здесь, конечно, наиболее интересен Хелфорд и Жан-Бар. «Вирджиния» уже на сдачу. Ящики с премиум кораблями тоже представляют интерес. У наиболее везучих будут неплохие шансы полностью бесплатного или почти бесплатного получения этих кораблей. Остальным надо будет решать – доплатить за них дублонами, покупая солнечные жетоны за дублоны, либо же обменять заработанные жетоны на различную приятную халявку. Насчет покупки солнечных жетонов за дублоны, то кроме возможности приобретения их по курсу 1100 дублонов за 1100 жетонов, то есть один к одному, есть еще такие вот четыре набора. Набор следопыта стоит аж 5000 дублонов. Дает всего 1250 жетонов и четыре премиум-контейнера с премиум-авианосцами. Далее набор, в котором 3050 летних жетонов стоит 2500 дублонов, что выгоднее обычного курса. Набор «Охотника», в котором 625 жетонов и премиум-контейнер «Огневая мощь». И набор путника, дорогой, за 5000 дублонов, в котором 1250 летних жетонов и четыре премиум-контейнера «Американская эскадра», в котором есть шанс получить «Хелфорд» с царской, в кавычках вероятностью, аж в 1%. Вот пока главное, что нужно знать на тему того, чем заняться летом. Скоро обсудим «Хелфорд» подробнее и поговорим про другие интересные вещи. Не переключайтесь. Также рекомендую подписаться на Бусти, где уже около 40 уникальных видео, в том числе много обучающих. Получить море полезной информации, а заодно помочь каналу выжить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Субтитры подогнал «Симон»!